я приветствую всех сегодня 2 июня 1 2 там теплый день новосибирске продолжаю о посадке картошки на малую площадь ссылку на видео дам на предыдущие что это короб 3 метра на метр вот вошло сюда у нас 18 картошек 18 лунок получилось точнее давайте по порядку что чем картошку замачивали вот в этом ведре вот видите какой цвет розово-серый здесь но это просто грязь от картошки серая розовая это вот это сувенир для проволочника вот нам больше всех нравится этот препарат мы его разводим не только для картошки много для чего для мелких каких-то культур тоже розовенького раствора достаточно и он также не дает колорадскому жуку нападать на картошку мы ее даже не ни разу не обрабатываем больше за все лето ни разу вообще дальше значит честно картошка очень плохая подробнее покажу вот это еще тоже разбавлено для корнеобразования дальше получились вот такие картошины по картошке расскажу мы ее помните проращиваем в темноте вот что вышло да видите темненькие так сейчас фокусируем темненькие хвостики то есть это уже не годная картошка почему сейчас покажу то есть вот смотрите вот она какая кошмарная вот она загнила попыталась выпустить в бок еще снова загнили боковинки снова дает новые ростки но они гниют все и вот получается в итоге вот такой вот шарик бессмысленный и ни одного ростка для примера вот еще видите какой кошмар представьте это бы мы посадили если бы мы проращивали на свету мы бы ничего этого никогда не увидели все было бы красиво зеленым вот еще представляете да какой ужас вот он дают боковушки и вот такие вот елки в итоге вместо нормальной картохи так значит что дальше луковая шелуха тоже для проволочника но реально помогает пользуйтесь вот мы собираем примерно вот так я в лунку кидаю горсточку вот такие луночки получились неглубокие что в луночке у меня на дне на самом луковая шелуха поверх луковой шелухи немного пепла и сверху золы да если правильно и поверх золы белгумус белгумус давайте подробнее по белгумусу о том что это очень хорошее средство можно говорить много и долго что она это капролиты то есть самое основное скажу то что важно знать капролиты в ходе это ну-ка про это это камень то есть каменные каменные такие вот шарики вот это вот это шарики я не знаю как их показать здесь смешано тоже с золой да что я сегодня одной рукой не могу вам ничего показать на заставке покажу в общем в общем это то что переработали дождевые черви и это превратилось в камень 5-6 лет это растворяется это невозможно действительно растворить водой и поэтому вот сейчас вот это мы все положили и это нужно обязательно смешать с золой не обязательно это как вам хочется но золой лучше он очень любит золу белгумус в общем получается что биогумус это то что очень хорошо усваивается корнями растений это все 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 питательные вещества которые запрятаны в капсулах и они медленно растворяются то есть растение не жирует у вас не прет а просто растет правильно мощно и красиво дальше из-за того что это камень камни они очень сильно высыхают и его нужно очень очень сильно поливать мы это сделать не сможем нас тут постоянно нет и картошка вообще наверно не очень любит чтобы ее поливали мы сверху просто это закроем своей вот этой вот несчастной почвы вот видео уже получилось длинноватым еще самый важный момент вот там где картошечки я сейчас покажу где росточков мало на картошечках я добавляла еще одну чтобы в среднем получилось где-то 6-7 росточков потом они разветвятся вы видели как они ветвятся и будет все чудесно то есть вот на такой если бы она была хорошей да не нужно ничего добавлять здесь все прекрасно здесь достаточно а вот но нужно такой было бы хорошо но она видите почернели носики мы ее не берем ну вот и посмотрим что у нас получится с 18 лунок что будем делать далее буду рассказывать и показывать